Субтитры сделал DimaTorzok Ну а не вообще пушка Вот такие дайки еще дали в подарочек специальные Потому что тут разболток 4 на 100 Вот их тоже забираем В общем все Диски я купила, половину суммы перевела на карту Вот Но у меня есть и плохая новость Очень-очень-очень плохая Очень плохая Ситуация, которая произошла со мной Которая скорее всего будет разрешаться Очень долго Но я постараюсь это сделать просто в максимально Краткие стройки Я расскажу чуть позже А сейчас я приехала за обещанными Крысками Двумя И коробкой для них О, господи, боже мой Вот такие пусечки Пупусечки теперь у меня будут жить Пишите в комментариях Как их назвать От резких звуков на самом деле пугаются К рукам относятся спокойно Такие миленькие Мне очень нравится Короче, можно сказать, что сегодня я реально переступила на новый этап И я купила диски на тренажку Нет, это не слики, как вы уже поняли Это воссены Я их поставила на эту тренажку Которая стоит на разборе Блин, смотрится реально офигенно Они 17 радиуса Не нужно писать, что это слишком большие Я уже все об этом знаю Я все прочитала И купила я их, думая, головой И вот здесь две штуки стоят На самом деле состояние у них идеальное Реальное и идеальное То есть есть только какие-то незначительные вот такие вот коцики Просто потому, что они немножечко выпирают Вот и все Также мне в комплекте дали бесплатно вот такие вот гайки Потому что, как вы, наверное, понимаете и знаете Что на тренажках, на четверках Разболтовка 4 на 98 А здесь 4 на 100 Вот, поэтому они все сами делают эти гайки, так скажем Блин, вообще смотрится огонь Реально Они ровные, абсолютно ровные, реально Я говорю, только вот эти коцики незначительные Которые, во-первых, их незаметно Я сейчас снимаю со вспышкой, они еще и грязные Вот А во-вторых, если уж как-то принципиально, да То их можно закрасить легко Этой покупкой я сегодня реально очень довольна Я безумно рада Я купила их за 30 тысяч рублей Не знаю для кого как дорого, дешево для меня Это выгодная покупка Потому что они стоят намного дороже Тем более здесь с хорошей резиной Поэтому пишите в комментариях, как вам По поводу тренажки Мы приезжал маляр, оценивал работу Сколько что выйдет На компьютере мне все расписал Сказал, что... Точнее я посмотрела все материалы, что нужно Материалы из дешевого и среднего сегмента берутся Материалы без краски выходят на 14700 рублей Вот, думаю, с краской выйдет 1000 на 20 Вот, но я так планирую Планирую не выходить за эти рамки На самом деле Завтра утром мы уже поедем за материалами В 9 часов утра поедем за материалами Пока что как обстоят дела здесь Все запчасти стоят на своих местах На которых стояли подкрылки Два крыла вот здесь стоят Здесь бампер, на полу бампер, фары, губа, зеркала, там капот Все стоит, в общем-то, ничего не изменилось Также эту тренажку, которая стоит там на разборе Я собираюсь, скорее всего, наверное, продам в одни руки Не знаю, что с ней делать пока что Либо в металку Ну, короче, потом Я сейчас планирую снять торпеду с той тренажки И поставить на свою тренажку Не думаю, что тут будет видно Но там есть трещина, с другой стороны есть трещина Раз уж я решила весь салон выводить в идеал Вот, поэтому торпеду все равно надо поменять Потому что она прямо в глаза бросается Вот Пока что дела обстоят как-то так Я очень постараюсь, чтобы тренажка Уже в ближайшее время Уже просто вот реально на следующей неделе Если не на этой Поедет в малярку Вот По поводу еще хочу сказать порогов Пороги я буду ставить новые Он себе покупал, не поставил В итоге я у него Маляр Я у него выкуплю за 1200 рублей Вообще, я считаю, копейки Пусть будет новая Потому что они у меня здесь гнуты Я в каком-то видео, где снимаю Вот тут вот Ну, это, короче, камера не особо передает На самом деле Вот, но Мы с ним решили, что реально лучше поменять Раз уж делаем Как-то так А теперь Что случилось В общем, вот так вот Я как-то на красивом фоне встала И хочу сказать одну новость Радость радостью Но есть огромная грусть О которой я узнала сегодня На моей тренажке С момента, наверное, покупки После одного месяца Появился запрет Запрет появился на полторы тысячи Или на три Я уже точно не помню Хозяин его оплатил То есть все в порядке Сегодня я захожу Посмотреть, убрали, не убрали И вижу, что наложен запрет На 68 тысяч рублей То, что я была в шоке Ничего не сказать Реально Я не знаю, что мне делать Плакать, смеяться Как с этим разбираться Сумма абсолютно немаленькая Я просто понимаю, что если Вот эта дилемма с запретом Затянется на капец как долго Это вообще невыгодно Потому что, ну блин Я делала эту машину почти год Я в нее вкладывала просто себя Все, что могла В то и вкладывала И сейчас просто в последний момент Вот, я завтра уже еду За материалами на малярку И просто сегодня Узнала, что наложен запрет Неделю назад Вот Будем разбираться с этой ситуацией Я буду держать, естественно У нас в курсе Скорее всего В курсе буду держать Либо в тиктоке Либо в инстаграме Вот Поэтому Ну такая, конечно Вообще Нерадостная ситуация То есть Не знаю Я не представляю Но вы понимаете Что это огромная сумма Это реально огромная сумма И Опережая хейтеров Да, я прекрасно понимаю Что Не верится Что я настолько там Не знаю Невезучая И так далее Что изначально я попала в ДТП На 90 тысяч Сейчас мне наложили запрет На 70 тысяч Не думайте Что я пытаюсь Как-то себя Выбиться в выгоду Как-то заработать С этого Нет Это не хайп Я приложу К следующим кадрам Скриншоты Скриншоты Вы знаете прекрасно Что есть специальные приложения В которых можно пробить машину Все знают По моим видеороликам Номера Тренажки Вот По счету того На ком она стоит на учете Она стоит на учете На данный момент По сей день Она стоит на учете На прошлом хозяине Почему я так сделала Потому что я хотела После покраски Ее поставить на учет Чтобы было меньше проблем Это я хотела сделать Чтобы сразу изменить цвет Чтобы не было много Вот этого геморроя Сто раз ездить И так далее И т.д. И т.п. Но Вот так вот получилось Что получилось В общем-то Такого ожидала ли я? Нет Не ожидала Когда мне влепили запрет На не такую маленькую сумму Не мне точнее А тому прошлому хозяину Там И за 250 рублей Что ли Какого-то такого штрафа Короче Влепили этот запрет Вот Я очень сильно расстроилась А сейчас Я не знаю У меня какая-то прям Пустота внутри На самом деле Я не знаю просто Что делать Как делать Но Я просто сейчас понимаю Что после всего этого Останавливаться Уже нет просто Никакого смысла Просто сейчас взять И выкинуть ее Как бы На стоп Не красить Я так не могу Потому что Уже все подготовлено Я уже и себя Уже настроила На малярку Я короче Просто не могу Взять и все это выкинуть Вот Поэтому Крайтис она будет Не знаю Пусть как трофей стоит Если я не смогу Этот запрет снять Как-то так Спасибо за просмотр Подписывайтесь Всем пока-пока